Президент Касымжумар Тукаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря президента Берека Уали на его странице в Facebook. Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром. Самолет Fokker 100 авиакомпании Bekair сразу после вылета начал терять высоту, после чего рухнул в жилой сектор. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 93 пассажиров. Сообщается о 15 погибших. Бортовые самописцы упавшего близ Алматы самолета авиакомпании Bekair найдены. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. По его словам, при взлете самолет дважды коснулся взлетной полосы хвостовой частью. Впрочем, все подробности у моего коллеги Руслана Идрисова. Он продолжает работать в международном аэропорту Алматы, где завершилась пресс-конференция членов правительственной комиссии. Руслан, тебе слово. Спасибо. Да, главное к этому часу. Бортовые самописцы найдены. Они уже извлекаются для того, чтобы изучить информацию, содержащуюся на них. Важно сказать, что по информации Романа Скляра, заместителя премьер-министра Казахстана, самолет при взлете дважды хвостом задел взлетную полосу. При этом сама взлетная полоса была в идеальном состоянии. Вот что еще сказал Роман Скляр о моментах крушения. Сегодня нами на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздушного судна с интервалом 300-400 метров, то есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании взлетно-посадочной полосы. Шасси были к этому времени уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь. И резко крен пошел вправо, столкнулась с забором и с частным домом, как вы видели, в доме никого не было. Судно, воздушное судно на две части было разбито. По информации вице-премьера, также на борту находились четыре иностранца. Это два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китайской Народной Республики. Известно также, что большинство погибших находились в носовой части самолета. Вот еще несколько подробностей трагедии. Всего в результате происшествия погибли 12 человек, 8 из них на месте происшествия, 2 человека в больнице и 2 в аэропорту города Алматы. В различные медицинские учреждения города Алматы и области госпитализировано 49 человек, и из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Остальным оказывается медицинская и психологическая помощь. На сегодняшний момент по телефону горячей линии поступило 603 звонка. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Ведутся следственные действия, бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования. Также хочу сообщить, что погиб командир воздушного судна Муратбаев Марат Ганевич, 1961 года рождения. Очень опытный пилот. Второй пилот получил тяжелые травмы, находится сейчас в больнице. В распоряжение нашего телеканала также попала информация о том, что борт перед взлетом находился в ангаре на ремонте. Эта информация не проверена, я отмечу. Мы задали этот вопрос вице-премьеру Роману Скляру. Он не смог опровергнуть, либо подтвердить информацию. По его словам, сейчас все причины и нюансы выясняются. И вот, что он сказал в целом об эксплуатации воздушного судна, которое сегодня потерпело крушение взломаты. Что касается воздушного судна, то дата его выпуска 1996 год. Свидетельство, сертификат летной годности был продлен в мае текущего года. Данное воздушное судно зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года. Всего в компании «Бекейр» 10 воздушных судов. Из них 9 воздушных судов с действующим сертификатом летной годности. Комитетом гражданской авиации деятельность авиакомпании «Бекейр» приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Правительственная комиссия сейчас продолжает работать в Алматы, Алматинской области. К этой минуте у меня все, студия. Спасибо, Руслан. Ну а Министерство внутренних дел распространило данные о 12 погибших в авиакатастрофе. Актуализированный список распространила пресс-служба ведомства. В списке погибших также значатся и командир экипажа Марат Мурадбаев. По уточненным данным МВД, среди них 9 мужчин и 3 женщины в возрасте от 35 до 64 лет. В настоящее время 49 человек находятся в больнице Алматы. Из них 18 в крайне тяжелом состоянии. По словам специалистов, в 4-й городской больнице уже проведены 6 операций. Двоих пострадавших спасти не удалось. Они скончались на операционном столе. Стало известно, что в результате трагедии погибла наша коллега Дана Круглова. Дана работала выпускающим редактором информационного агентства «Информбюро». Ей было 35 лет. Редакция телеканала «Атомикен Бизнес» выражает искренние соболезнования семье Даны. Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касымжумарту Тукаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета под Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, говорится в сообщении. Выяснилось, что среди пассажиров рухнувшего авиалайнера были и иностранные граждане. По данным комитета ПЧС, два гражданина Украины – Сон Юрий и Сон Яна. Один гражданин Кыргызстана, его зовут Мак Клыков. И Нурлан Маулина из Китая. Всего четыре пассажира. В списке погибших иностранцы не значатся. О состоянии пострадавших рассказали в больнице. Напомним, что всех людей доставляли в разные больницы города. Списки пострадавших с указанием больницы опубликованы на сайте авиакомпании Big Air. Ну а между тем, врачи опровергают информацию о дефиците запасов крови в Алматы, которая распространяется в мессенджерах. Мы недавно получили видеоподтверждение. Предлагаю посмотреть. Уважаемые соотечественники, коллектив Республиканского центра крови приносит соболезнования семьям, погибших в результате ужасной трагедии, крушения самолета сегодня утром в Алматы. Со своей стороны, Республиканский центр крови информирует вас о том, что запасы донорской крови имеются в достаточном количестве. Мы гарантируем стопроцентное обеспечение продуктами донорской крови всех нуждающихся в них. Адреса центра, где можно сдать кровь, вы сейчас видите на своих экранах. Ну и в нашем распоряжении оказалась аудиозапись переговоров диспетчера с пилотом упавшего самолета непосредственно перед катастрофой. Предлагаем послушать. Бек-Эйр 21.00, у нас округ. Всем портам, аэродром временно закрыт. Сколько буду кружиться, пока они еще не говорят. 554 информацию принял. Кружите. Кружим, кружим. Ну и тем временем авиакомпания Бек-Эйр сделала официальное заявление. На сайте компании опубликовано сообщение с просьбой не реагировать на анонимные сообщения, поскольку они могут носить мошеннический характер. Редакции нашего телеканала удалось связаться с вице-президентом Бек-Эйр Женисом Берденовым. Однако представитель авиакомпании отказался от комментариев, сославшись на занятость. Добрый день. Меня зовут Мульдар, телеканал Атамикен Бизнес. Я не могу говорить сейчас. Извините, я на свете. А кто может прокомментировать? И у нас в студии Ирина Смирнова, депутат Можилиса парламента. Добрый день, Ирина Владимировна. День добрый. В свое время Бек-Эйр подал жалобу в Генеральную прокуратуру и судебные органы с целью отменить аудит тех исправностей самолетов. И суд поддержал их. В свете трагедии, которая произошла сегодня, напрашивается вопрос, как такое могло вообще произойти? Ведь главное все-таки в полетах – это исправность летательных машин. Как бы это дорого не обходилось? Ну, мне тоже непонятно, как это произошло и почему это произошло, и почему неисправные машины могут летать все-таки. И сегодня я прочитала в Фейсбуке очень интересный пост, который написал один из адвокатов. И написал он о том, что к нему обращались летчики Бек-Эйра, которые говорили о том, что на этих самолетах Бек-Эйра летать нельзя. То есть люди, работающие в этой компании, поднимали данный вопрос. Но Бек-Эйр ничего не сделал проще, как просто уволить этого летчика, который поднимал вопрос о неисправности самолетов. То есть это не только их неисправность общая, но даже уже изнутри компании поднимался этот вопрос. Однако он не решался. Ирина Владимировна, на ком вообще лежит ответственность за безопасность полетов? Ну, конечно же, в первую очередь лежит на тех, кто является собственниками этих организаций, которые называют себя авиакомпаниями. На тех, кто руководит этими авиакомпаниями. Но и, конечно, от государства это комитет по контролю в гражданской авиации. Но комитету по контролю, видимо, в последнее время некогда этим заниматься. Комитет по контролю сотрясается внутренними дрязгами, разборками и так далее. Поэтому, видимо, им не до того, чтобы всем вместе правильно, грамотно, компетентно разбираться в вопросах того, чтобы безопасными были наши полеты. Они разбираются между собой. Надо, в конце концов, наверное, их всех уволить, принять новых людей, тех, которые могут работать и заниматься только тем, чтобы говорить о безопасности полетов и быть принципиальными в этих вопросах. Вы в своих соцсетях сегодня высказали мнение, что каждый раз садясь в самолет казахстанских авиакомпаний, на деятельность, только на авось. Ну и у вас нет доверия к безопасности полетов. Вы, как представитель законодательной власти, что намерены предпринять, учитывая сегодняшнюю ситуацию? Неоднократно вопрос безопасности полетов поднимался и на площадках парламента, и были запросы депутатские по этому поводу. Но так как мы видим, что даже суд не принимает решения в отношении того, чтобы безопасность была на первом месте, видимо, другие какие-то интересы у суда стоят впереди, то понятно, что только один запрос ничего не решит. Я думаю, что данная трагедия, которая произошла сегодня, вот она сподвигнет на то, чтобы привести наши авиакомпании в то состояние, чтобы они были все-таки безопасными, и убрать с полетов эти древние самолеты. Самолет 96-го года выпуска. Ну как он может летать в конце концов? Мы уже на машине на такой не поедем, потому что это небезопасно. Как можно посадить 100 человек и повезти на таком древнем самолете? Наверное, уже в конце концов надо этот вопрос привести в соответствие. Нужно открыть небо для других компаний, чтобы у нас была конкуренция между нашими компаниями, и каждая компания стремилась стать лучше. Сегодня этого делать не нужно, потому что нет конкуренции, потому что небо разделили между тремя компаниями, и они прекрасно справляются вот таким образом, как мы видим. И поэтому мы летаем на самолетах, как на сараях. Заходишь туда, и впечатление, что ты в сельской маршрутке едешь. Впечатление, что несколько рядов еще дополнительно поставили, чтобы уплотнить. И когда-то это должно закончиться. Наверное, время пришло. Ну что ж, спасибо за беседу, ну а мы продолжим. Разбившийся под Алматы самолет Фокер-100 – это реактивный лайнер для коротких перелетов и полетов средней дальности. Разработчик – голландская фирма Фокер. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в стране такие воздушные суда эксплуатирует только компания Big Air. Сколько воздушных судов у авиаперевозчика этой марки в ведомстве сейчас выясняют. По информации 2016 года, в эксплуатации находилось 6 судов этого типа. Согласно информации с сайта авиакомпании, Фокеры популярны в мире из-за своей малогабаритности и экономичности в эксплуатации. Ну и уже стало известно, что деятельность авиакомпании Big Air приостановлена. Все рейсы отменены. По данным авиационного портала Flightradar24, возраст рухнувшего под Алматы самолета 23 года, в твиттер-ресурсе показано, что казахстанский Фокер, фото его появлялось в инфобазе JetFotos больше года назад. Источник делает вывод, что судно было покрашено. К слову, самолеты этого типа перестали производить в 1997 году. В Казахстане самолеты Фокер эксплуатируют только Big Air. К примеру, в соседней России воздушных судов этой марки нет. И с нами на связи по телефону российский эксперт по безопасности полетов, бывший пилот Александр Романов, который к этому времени изучил всю ситуацию и готов поделиться с нами своим компетентным мнением. Добрый день, Александр Валентинович. Что вы можете сказать о технических характеристиках самолета Фокер-100? – Добрый день. Технические характеристики Фокер-100 данного самолета нужно будет определить и говорить, наверное, только после того, как проведется расследование, потому что самолет 23 года – это не старый. Все зависит от того, как его эксплуатировали, насколько вовремя проводили замену агрегатов, как часто проводили техническое обслуживание. От этого будет зависеть результат, как сказать состояние самолета, насколько он был безопасен для эксплуатации. Но вообще есть информация, что потерпевший крушение самолет дважды чиркнул хвостом о взлетно-посадочную полосу. Это может говорить о какой-то конкретной причине катастрофы? Пока я не хотел бы говорить, потому что сотни вероятных причин, которые могут быть от ошибки пилота, от технической неисправности и многое другое, возможно, еще какие-то метеорологические условия повлияли. Поэтому я не хотел бы прогнозировать раньше времени. Очень мало данных. Но вот по вашему личному мнению, все-таки это больше человеческий фактор или технические причины? Я думаю, что у нас бывает одно связано обязательно с другим. Если начальная была возможна техническая причина, то пилоты могли сделать исправление какое-нибудь неграмотное. Это тоже такая существует вероятность. Ну что ж, спасибо большое за комментарий. Но мы продолжим. По данным телеграм-канала Marketology Blog at Info Data Team, казахстанцы стали летать больше. За неполный год авиаперевозки выросли на 7,5%. Всего в авиакомпании обслужили около 7 миллионов 800 тысяч человек. В разрезе доли авиарынка лидирует Air Astana вместе со своей дочкой Fly Aristan. В этом году они перевезли почти 5 миллионов пассажиров в аутсайдерах BKR. Компания потеряла более 200 тысяч пассажиров. За неполный год доли авиаперевозок распределились следующим образом. У Air Astana 63,5% авиапассажиров. SCAT обслужил почти 28%, ну а BKR 8,4%. По мнению аналитиков от 15 декабря, BKR продолжает терять свою клиентуру. Ну а после сегодняшнего ЧП доверие казахстанцев к авиакомпании, скорее всего, снизится в разы. Ну а моей коллеге Жанне Алпызбаева, которая с утра работает в столичном аэропорту, пассажиры жалуются на резко подскочившую стоимость билетов по всем направлениям. При этом люди говорят, что их не обеспечили горячим питанием и водой. Жанна сейчас на прямой связи. Жанна, вы в эфире? Да, коллеги, ажиотаж, указ немного спал, люди устали и просто сидят, ждут какого-то ответа от властей либо руководства BKR, однако ничего конкретного пока им не говорит. Ни горячего питания, ни каких-то комфортных условий им тоже не предоставили. Пока что три человека имеют на руках билеты на вечерний рейс в Шымкент с Нурсултана. БКР пообещал договориться с другими авиалиниями, однако по понятным причинам, потому что новогодний период, билетов нет, мест нет, другие авиалинии пока не могут взять на себя ответственность за не улетевших пассажиров. Сейчас известно, что Air Astana предоставила бесплатные места для родственников, пострадавших при авиакрушении под Алмато и пассажиров. Пять человек уже вылетели в Алмато. У меня на этом все. Коллеги? Спасибо, Жанна. Но между тем, все рейсы авиакомпании Big Air, запланированные до 31 декабря, отменяются. Пассажирам необходимо вернуть выкупленные ранее билеты. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Как сообщает пресс-служба, ведомства полеты компаний временно приостанавливаются до выяснения обстоятельств сегодняшнего крушения. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией. И в 17 часов мой коллега Рустам Байдаулет расскажет о новых подробностях. Следите за нами также в социальных сетях. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова